Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить свой доклад. Согласно литературным данным, показатели чувствительности и специфичности таких методик, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование с контрастированием и другие методики достаточно высоки. Именно в диагностике дифференциально-доброкачественных и злокачественных на образовании. То есть показатели достигают, что касается МРТ, чувствительности до 100%, 96% специфичность. Аналогичные показатели мы можем видеть при КТ, однако разброс достаточно высокий, с 44% до 100%. И контраст усиленно-вольтразвуковое исследование специфичность достигает 95%. Что касается дифференциальной диагностики различных типов почечноклеточного рака, а именно отличие светлоклеточного рака от несветлоклеточного типа, то здесь МРТ в какой-то степени занимает лидирующую позицию, поскольку чувствительность методики достигает 93%, однако специфичность, опять-таки, разбросы большого, от 33% до 96%. На эту тему существует большое количество работ, и в одной из них авторы приходят к выводу, что существенных различий между компьютерной томографией и магнитно-резонансной томографией при определении Т-категории и Н-категории не существует, и точность методик достигает 86%. Если мы смотрим отдельно на Т-категорию, то она достигает 89% ввиду ошибочной интерпретации инвазии в переринальную клетчатку, как по данным КТ, так и по данным МРТ. Достаточно высокий показатель точности для лимфатических узлов. Это мы видим отражение этих данных в другой работе, где чувствительность и специфичность также по данным магнитно-резонансной томографии стандартной и компьютерной томографии одинаковые, но при этом существует ряд работ, которые говорят о том, что если мы добавляем к протоколу МРТ диффузионно-звешенное изображение, показатели чувствительности в стадировании и в дифференциальной диагностике значительно увеличиваются. Итак, когда же и почему мы выбираем магнитно-резонансную томографию? Чаще всего она является уточняющей методикой, то есть в том случае, если по данным ультразвукового исследования или по данным компьютерной томографии нам непонятно, что это за образование, например, в ситуации с ангиомиолюпомой или если мы видим умеренно контрастируемое или авоскулярное образование и подразумеваем, например, популярный почечный клеточный рак. В такой ситуации есть смысл обследовать и назначить магнитно-резонансную томографию. Также МРТ актуальна в том случае, если у данного пациента есть противопоказания к выполнению КТ. И преимущественной методикой является отсутствие ионизирующего излучения, которое, соответственно, будет при компьютерной томографии, хорошая тканевая контрастность и вообще методика МРТ сама по себе, она может являться методом первичной диагностики. Что касается недостатков данного метода, то, конечно же, это помимо материального аспекта исследование достаточно дорогое. Есть такие недостатки, как длительность по времени, то есть пациент находится в томографии по времени примерно полчаса. Это, к тому же, зачастую, чаще всего МРТ брюшной полости выполняется на задержке дыхания. Это тоже достаточно сложно. В случаях, если у пациента имеются, наверное, несовместимые металлические конструкции, кардиостимуляторы и другие импланты, выполнение МРТ невозможно. И так получается чаще всего, что компьютерный томограф более доступен в клиниках, особенно на периферии, и МРТ не всегда есть возможность выполнить. Однако все-таки есть смысл бороться за магнитно-резонансную томографию при диагностике опухоли почек, особенно дифференциальной диагностики, поскольку выполнение хорошего протокола сканирования мультипараметрического, оно показывает хорошие показатели чувствительности и специфичности. То есть они достигают 90%, 88%, особенно в дифференциальной диагностике популярного почечноклеточного рака, ангиомиолипома, светлоклеточного рака. Есть такие работы, которые пытаются дифференцировать первый и второй тип популярного почечноклеточного рака и даже дифференцировать эмкоцитому и светлоклеточный рак. Что касается протокола сканирования, то на сайте abdominalardiology.org очень подробно описан протокол сканирования для диагностики опухоли почек, основные требования к данному протоколу. Во-первых, напряженность магнитного поля должна быть не менее 1,5 или 3 Тесла. Толщина среза при большинстве импульсных последовательностей от 3 до 6 мм, не больше. В дальнейшем более подробно мы обсудим, когда какие. Что касается диффузионно взвешенных изображений, то здесь до сих пор единого мнения нет, какие факторы использовать. Для того, чтобы построить ЭКД-карту, нам необходимо несколько бы факторов, и максимальный фактор 800 считается приемлемым для диагностики патологии в органах брюшной полости. По данным панели экспертов, которые обсуждали этот протокол сканирования почки, основными показаниями все-таки являются диагностически неясные образования почек, и они рекомендуют выполнение МРТ в случае активного наблюдения, в случае их наблюдения после абляции, либо после нефрактомии. То есть не для стадирования, а именно для дифференциальной диагностики и дальнейшего контроля в динамике. Подробно изложен протокол, на котором мы остановимся подробнее чуть попозже, то есть импульсные последовательности, плоскость сканирования, аксиальная корональная толщина среза для каждой импульсной последовательности и какие-то альтернативы в том случае, если выполнение той или иной последовательности невозможно. Итак, изберем протокол сканирования. Очень важно его выполнить хорошо для того, чтобы в дальнейшем адекватно интерпретировать полученные данные. Во-первых, мы начинаем с локалайзера, и очень важно знать, что локалайзер должен выполняться на той же фазе дыхания, что и дальнейшие импульсные последовательности, чтобы все изображения были воспроизводимыми. Конечно, пациенту легче всего выдохнуть, чем вдохнуть. То есть глубина выдоха, она будет более схожа в дальнейшем, чем, допустим, глубина вдоха. Плюс рекомендовано, чтобы перед задержкой дыхания провести тренировочный вдох-выдох для того, чтобы пациент уже понимал, что его ждет в дальнейшем. После выполнения локалайзера мы выполняем Т2-хейст последовательности как в аксиальной плоскости, так и в корональной и сагитальной. В эпоху стандартизованного протокола, то есть эпоху байрац, урац, вайрац, тайрац, которая пока что не добралась до образования в почках, мы все-таки к этому стремимся. И мы стремимся не только к воспроизводимому протоколу сканирования, но также мы стремимся к тому, чтобы наши заключения, наши описания, о которых сегодня уже говорились, они были примерно одинаковые, чтобы мы разговаривали и с клиницистами, и с патоморфологами на одном языке. И в этой ситуации мы обязательно должны описывать состояние непосредственно почки, в которой мы видим образование, состояние контрлатеральной почки. Мы должны оценить размеры образования в любой плоскости в наибольшем диаметре. Мы должны оценить структуру образования, то есть он кистозная или солидная. Оценить наружный контур, четко очерченное образование либо нечетко очерченное образование, какой у него характер роста, экзофитный, эндофитный, расположение относительно полюсов почки. И другие параметры, о которых сегодня мы уже говорили. Еще одной неотъемлемой импульсной последовательностью является, помимо Т2 взвешенных изображений в аксиальной плоскости, является изображение с подавлением сигнала от жировой ткани. Мы можем выбрать изображение Т2 стир, инверсия восстановления, либо частотно-селективное подавление ФЦ. Следует напомнить, что эти импульсные последовательности необходимы нам для дифференциальной диагностики с ангиомиолипомами почки и особенностью стир, инверсия восстановления является то, что оно достаточно хорошо при этой импульсной последовательности происходит подавление жировой ткани на большом поле обзора. То есть мы видим, что жир подавился достаточно гомогенно. Подавился достаточно гомогенно. Кроме того, стир менее чувствителен к неоднородности магнитного поля, что особенно актуально для пациентов с металлическими конструкциями в организме. Однако также следует помнить, что при стире происходит подавление сигнала не только от жировой ткани, но также и от крови. Об этом мы поговорим в дальнейшем, но макроскопический жир чаще всего бывает при ангиомиолипомах и рецк встречается при других опухолях почек и в основном сочетается с кальцинатами. Неотъемлемой частью протокола сканирования при выполнении МРТ для диагностики образования в почках является импульсная последовательность в фазе и в противофазе. Зачем это нам нужно? Для выявления микрожира. То есть если мы видим выпадение МР-сигнала, которое по форме фокальное, нелинейное, неизогнутое, мы видим снижение сигнала, выпадение его на противофазе. Это говорит о наличии микрожира. То есть данный опухоль более вероятно будет светлоклеточным почечноклеточным раком. Но, к сожалению, это не является стопроцентным доказательством, поскольку существуют такие образования, как ангиомиолипомы с минимальным количеством жира, при которых также мы будем видеть выпадение фокального МР-сигнала. И при этом нам необходимо будет посмотреть на другие импульсные последовательности, а именно на Т2 взвешенные изображения, поскольку чаще всего ангиомиолипома с минимальным количеством жира будет характеризоваться пониженным МР-сигналом на Т2 взвешенном изображении. И к нашей радости, конечно, ангиомиолипома встречается достаточно редко. По размерам она является случайной находкой, по размерам менее 4 см и чаще встречается у женщин. Еще одной неотъемлемой частью протокола являются диффузионные взвешенные изображения. Как я уже сказала, существует несколько B-факторов, обязательно вполне нескольких B-факторов для того, чтобы построить ЭКД-карту, за счет которой мы можем говорить об истинном ограничении диффузии в опухоли. То есть мы видим повышение сигнала на самом высоком B-факторе, понижение сигнала на ЭКД, и это говорит о том, что это истинное ограничение диффузии. Помимо характеристики опухоли почки, мы можем оценить другие изменения в зоне сканирования, как, например, в данном случае мы видим наличие тромба в просвете нижней полу и вены. И еще одной неотъемлемой частью протокола сканирования является мультифазное контрастирование, где мы выполняем стандартные фазы, нативную, кортикомедулярную, нефрографическую и по необходимости экскреторную фазу. Но самое важное, что нужно подчеркнуть при выполнении внутривенного контрастирования, это выполнение субтракционных изображений, которые особенно актуальны для диагностики кист. Когда мы видим на доконтрастном изображении повышенный МР-сигнал от кистозного образования в почке и на внутривенном контрастировании мы не понимаем, есть ли там пристеночное утолщение, разрастание, какое содержимое, то мы выполняем субтракцию, то есть вычитаем из постконтрастных изображений преконтрастные и видим, что данная киста с четко очерченными стенками, нет пристеночных разрастаний, то есть без достоверных признаков малигнизации по данной магнитно-резонационной томографии. Кроме того, существуют дополнительные импульсные последовательности, они, конечно, уже по желанию доктора выставляются, но в данном клиническом случае мы очень внимательно относимся к визуализации почек после резекции на предмет диагностики потенциального рецидива. И мы видим, что в зоне резекции на уровне средней трети на фоне постоперационных фиброзных изменений мы видим кистозное образование, которое при внутривенном контрастировании никаких подозрений у нас не вызывает, с четкими ровными контурами. Однако по Т2-звешенному изображению мы видим такую вот нечеткость, смазанность контура по переднему контуру почки. И в такой ситуации, если те же самые обзорные диффузионно-звешенные изображения нам не помогают, мы можем выполнить прицельные диффузионно-звешенные изображения, которые достаточно хорошего качества. Мы видим, что в зоне подозрительного Т2-звешенного изображения каких-то патологических сигналов мы не видим. То есть убедительных данных за рецидив в данной ситуации нет. Что касается аллергических реакций на годолине содержащие препараты, то в случае, если у пациента какой-то отягощенный анамн, в случае, если снижена скорость клубочковой фильтрации, если повышенная цифра креатинина и магнитно-резонансная томография без контрастирования помогает ответить нам на какие-то поставленные перед нами вопросы либо коллегами с компьютерной томографией, либо урологами, контрастирование мы не выполняем. Однако во всех остальных случаях, когда необходимо выполнить контрастное усиление, чтобы сказать дифференциальную диагностику, провести образование в почках или еще по какой-то другой причине, мы можем проводить контрастирование, использование макроциклических контрастных препаратов. Все эти показания, противопоказания, особенности очень подробно изложены в ИСУРовских гайдлайнах, которые доступны в печатном и в электронном варианте, как на русском, так и на английском языке. И поговорим немножко о тканевых образованиях почек, которые в целом, как мы уже сегодня несколько раз повторяли, делятся на злокачественные и доброкачественные образования, и неопухолевые. И поговорим о тех, которые встречаются чаще всего из-за тех, которые нам присылают на магнитно-резонансную томографию. Во-первых, это светлоклеточный почек, наклеточный рак почки. По данному МРТ на Т2-взвешенном изображении чаще всего мы увидим образование с достаточно четким ронным контуром из-за интенсивного или слегка повышенного сигнала на Т2-взвешенном изображении. При опухолях больших размеров мы будем видеть неоднородность сигнала в центральных отделах за счет участков распада или кровоизлияния. При диффузионно-взвешенном изображении не всегда, но бывает, что мы видим снижение МР-сигнала на ЭКД и повышение сигнала на ДВИ на высоком факторе B800. При внутривенном контрастировании, при динамическом, мы также видим накопление контрастного препарата, то есть опухоль гиперваскулярная. И самое главное, о чем мы сегодня уже говорили, это выполнение Т1 в фазе и в противофазе. То есть мы видим светлый сигнал на инфейс и видим выпадение МР-сигнала в противофазе, что говорит нам о том, что это, более вероятно, светлоклеточный почечноклеточный рак, что было подтверждено и гистологически. Это краткое резюме по светлоклеточному раку, то есть здесь обязательно выполнение противофазы и то, что образование накапливает контрастный препарат, уже говорит нам о том, что более вероятно в диагностике с популярным ахромофобным раком это будет именно светлоклеточный рак. Кроме того, для светлоклеточного рака более характерно распространение процессов в почечную вену и в нижнюю полую вену. Однако не все, к сожалению, светлоклеточные раки выглядят так типично. На данном слайде представлено образование, которое неотчетливо контурируется по Т2-взвешенным изображениям. Мы видим деформацию внутреннего контура. По диффузионно-взвешенным изображениям на фоне повышенного сигнала от паренхема почки также мы можем визуализировать повышение сигнала, понижение МР-сигнала на ИКД-карте, отсутствие выпадения сигнала в противофазе и накопление контрастного препарата практически изоинтенсивно к вертикальному слою. Нетипичная опухоль. Пациент был оставлен под наблюдение на какое-то время, но потом опухоль несколько увеличилась в размерах и по гистологическому заключению был выявлен светлоклеточный рак почки. Что касается папиллярного рака, то здесь чаще всего мы увидим образование с достаточно четким ровным контуром, пониженного сигнала на Т2 взвешенном изображении, что отличает его от светлоклеточного и чаще всего хромофобного рака. Однако, может зачастую не отличить от ангиомиолипомы переходно-клеточного рака и лимфомы. Особенностью при внутривенном контрастировании является практически полное отсутствие накопления парамагнетик, и это, конечно, дифференциальная диагностика с светлоклеточным раком. То есть чувствительная специфичность по литературным данным высокая. Что касается диффузионно-извешенных изображений, они могут нам помочь в диагностике, но, опять-таки, не сильно. Что касается микроскопии, то есть существует два типа популярного рака, под тип первый и под тип второй. Достоверных признаков различия по данным МРТ на настоящий момент не существует, хотя ведутся активные работы по этому поводу. Еще следует отметить, что есть статьи, где измеряется численно измеряемый коэффициент диффузии, и по этим данным он значительно выше, чем при светлоклеточном, почечноклеточном раке. Однако все это, на мой взгляд, пока еще не очень достоверно. Чаще всего популярный почечноклеточный рак выявляется у пациентов на гемодиализе. Как я уже сказала, низкие сигналы на Т2 в завершенном изображении и при динамическом контрастировании практически отсутствует гиповаскулярная опухоль. Однако не все популярные опухоли достаточно гомогенного МР-сигнала на Т2 в завершенном изображении. Вот есть клинический случай, где мы видим образование небольших размеров. Оно из-за гипоинтенсивное на Т2 в завершенном изображении. Есть включение повышенного сигнала на Т1 в завершенном изображении, то есть за счет гемоэрологического компонента отложения гемосидерина. На внутривенном контрастировании менее интенсивное накопление, чем окружающее паренхема почки. И отсутствие подавления сигнала на жировой ткани. Но это гистологически популярный тип почечноклеточного рака. Что касается хромофобного рака, то он является самым сложным для дифференциальной диагностики с другими формами почечноклеточного рака, поскольку не обладает какими-то специфическими признаками, а его дифференциальная диагностика с онкоцитомой весьма затруднительна. И в данной ситуации, если мы посмотрим на этот пример, это опухоль, то мы видим в центральных отделах рубец, который интенсивно накапливает контрастный препарат из-за интенсивной паренхемии почки неизмененной. Нет выпадения сигнала в противофазе. На диффузии повышенный сигнал на высоком факторе и из-за гипоинтенсивной Т2-взвешенном изображении. Краткое резюме о том, что это гистологически близкий к онкотостойме и что это наилучший прогноз среди всех типов. Что касается внутривенного контрастирования, то данный тип рака занимает промежуточное место между селоклеточным и папиллярными опухолями. Немножко поговорим о доброкачественных образованиях ангиомиолипома встречается среди них чаще всего. И здесь мы видим типичную ангиомиолипома небольшого размера, которая характеризуется понижением сигнала на Т1ФЦ. То есть это говорит о том, что есть макроскопический жир, то есть это типичная ангиомиолипома. Чаще всего она не будет ограничивать диффузии, будет интенсивно накапливать контрастный препарат. Даже в случае, если это большая ангиомиолипома, то мы видим интенсивное накопление парамагнетика солидным компонентом. Сегодня уже поговорили о туберозном склерозе, но вот недавно попался клинический случай, хотелось также его продемонстрировать. То есть мы видим здесь предустороннее поражение почек с множественными ангиомиолипомами. Ну и онкоцитома также встречается достаточно редко. По каких-то особенных по МРТ данным признаков также нет. То есть она может быть тот самый центральный рубец, о котором мы говорили при хромофобном раке. Но это опять-таки не специфично. В 40-60% он встречает затрудненная дифференциальная диагностика, и для нее не характерны ни некрозы, ни кровоизлияния. И вот приведу вам такую табличку, которая касается интенсивности сигнала на различных импульсных последовательностях. Зачастую она помогает при дифференциальной диагностике образований в почках. То есть мы всегда оцениваем по данным МРТ. Это два взвешенные изображения, измеряемый коэффициент диффузии, контрастное усиление. В дифференциальный ряд с почечноклеточным раком чаще всего встает онкоцитома, которая характеризуется абсолютно одинаковыми сигнальными характеристиками, и нам очень сложно ее дифференцировать. Однако если мы посмотрим на изображение фази в противофазе, для светоклеточного рака будет характерное выпадение МР-сигнала, и здесь нам диагноз станет уже более понятен. Что касается хромофобного рака, то что на ЭКД и на контрастном усилении сигнал будет достаточно гомогенный, и отличить его от других типов весьма затруднительно. И для дифференциальной диагностики ангиомиолипомы с низким содержанием жира и популярного рака ключевую роль играет внутривенное контрастирование, поскольку чаще всего ангиомиолипома будет накапливать контрастный препарат в отличие от популярного рака, что мы сегодня видели на диагностических кейсах. И буквально несколько слов о диагностике опухолевых тромбов, то есть по данным магнитно-резонансной томографии мы также их видим, однако к нам присылают на МРТ недостаточно часто. Мы визуализируем опухолевый тромб на Т2 взвешенных изображениях, мы можем оценить его протяженность, локализацию. На диффузионно-взвешенных изображениях они помогают нам оценить при реконструкции, мы видим, что опухолевый тромб достигает даже вне зоны сканирования. Мы видим верхний край, повышение сигнала на диффузионно-взвешенном изображении говорит о краниальной границе тромба. При внутривенном контрастировании опухолевый тромб будет характеризоваться аналогичным накоплением парамагнетика, как и первичная опухоль почки. И вот по данным литературы точность КТ и МРТ при диагностике опухолевых тромбов, при оценке протяженности, при диагностике с неопухолевыми тромбами, она сопоставима. То есть что КТ, что МРТ в общем и целом одинаковы. Также хотелось бы сказать, что если опухоль больших размеров 7 см, нужно более 7 см, это в среднем по данным различных исследований, нужно быть очень внимательными и смотреть тромбы в вене, поскольку в 88% мы их там можем визуализировать. И в заключении хотелось бы сказать, что все-таки повторюсь, что магнорезонансная томография является уточняющей методикой при дифференциальной диагностики опухоли почек, не является методикой выбора для оценки распространенности процесса, поскольку сегодня уже говорили о том, что все-таки сосудистая анатомия это перерогатива компьютерной томографии. Но у нее есть ряд преимуществ, то есть, конечно, это отсутствие ионизирующего излучения, это хорошая тканевая контрастность, это возможность дифференциальной диагностики ангиомиолипомы и почечно-клеточного рака, это дифференциальная диагностика между собой подтипов почечно-клеточного рака. Вопросы к ангиомиолипоме с низким содержанием жира сложно, но в ряде случаев действительно возможно. Плюс МРТ можно выполнить пациенту, если у него аллергия на йод, содержащие контрастные препараты, и большие надежды возлагаются на внедрение новых методик, это помимо диффузионно-звешенных изображений, которые уже являются обязательными в протоколе сканирования, ДТА, ВИАЭМ, БОЛТ и так далее. Но, к сожалению, у МРТ есть свои противопоказания, то есть это толщина среза 3,6 мм, это очень длительное время сканирования, 30 минут, пока нам никак его не сократить. Зачастую исследования проходят на задержке дыхания, что также очень сложно бывает для пациента полчаса выполнить четко данные исследования. Наличие металлических имплантов и кардиостимуляторов, и, конечно, существуют ложно-отрицательные результаты по данному МРТ, поскольку субпитимальное качество исследования, неадекватное контрастирование, мы не сможем в кистозных образованиях оценить перегородки, пристеночные включения, и тогда будет гиподиагностика образований. Плюс все-таки кальцинаты в образованиях это компьютерная томография, и до сих пор нет однозначных данных, как мы можем отдифференцировать онкоцитому и сатлоклеточный почечноклеточный рак. Благодарю за внимание.